Здравствуйте, уважаемые подписчики канала НСАИ Ньюз. С вами Роман Томоев. И сегодня у нас в гостях один из руководителей, так сказать, оппозиционного движения, значит, сторонник коммунистической партии, директор совхоза имени Ленина Павел Николаевич Гурдин. Павел Николаевич, здравствуйте. Очередную нашей встречи. Ну что, вот и прошло заседание Верховного Суда. Буквально пять слов для наших телезрителей. Ну, честно, надежды на справедливое правосудие в России тают с каждым днем. И мы видим, что суды абсолютно ангажированы, что они, к сожалению, выполняют роль, штампуют решения, заранее принятые где-то там наверху. Ну и это, к сожалению, вчерашнее заседание не оказалось исключением. Несмотря на то, что никаких оснований для того, чтобы снять меня из списка не было, суд принял какое-то странное решение. Он видел, что я никогда с 5 апреля 2017 года не был собственником этого офшора. Они меня сами допустили до выборов, скажем так, когда я был кандидатом в президенты. Президент, да. А потом каким-то образом, на основании каких-то ксерокопий, признали, что у меня откуда-то взялся опять офшор. Поэтому, честно, это такая грязная политическая борьба, которую, ну, никто не обещал, что будет легко. Но все-таки и президент Российской Федерации, все они говорили, что нужны честные выборы. Одновременно допускают единоросса, якобы, у него хотят такие же нарушения, а у меня этих нарушений нет, потому что, ну, было видно, что, знаете, без меня как будто бы мне что-то приписали. И мы, конечно, имеем очень сильную позицию юридическую. Мы представили все документы, что офшор был передан, что он был закрыт, что никто, даже если бы его по новой возобновили, не мог его приписать мне, потому что там другой собственник, и он пришел и сказал, да, это мой финансовый инструмент был. Но, несмотря на это, судья принял вот такое неправосудное решение. Но это ни о чем не говорит. Давайте так. Наш 500 кандидатов. Ну, нам стало меньше. Но это не значит, что отряд, который идет к победе, или там, может, целая армия, целый полк, должен сдаться. Поэтому я буду, и вот видите, сегодня мы с вами разговариваем, я продолжаю политическую борьбу, я буду просто доверенным лицом КПРФ. Ну, просто в списке... Надежды нет дальше. Апелляция. Понимаете, я уже это проходил 11 лет назад. А меня снимали, я по спискам КПРФ шел в областную думу, Московскую областную думу, и меня сняли тоже по надуманному предлогу, якобы я экстремист. Через два с половиной года я доказал в суде Верховном, что вот эти приписанные мне слова, они не более чем придумка журналистов. У меня появилась магнитофонная запись. Ну, в этот момент меня, то есть, когда снимали, никто не спрашивал, а через два с половиной года сказали, ну, вот извините, выборы-то уже прошли. И поэтому, несмотря на то, что вы правы, что это вы не говорили, все равно вернуть обратно вам место депутата невозможно. Поэтому, я думаю, тут произойдет то же самое. Где-то через год, через два, или наш, или Европейский суд правом человека признает, что я был прав, но будет уже поздно. Именно на это, мне кажется, и рассчитывает власть, все устраивало такие показательные моменты. А вы понимаете, что они сделали? Они документы так до сих пор и не показали. Можно спорить с чем-то, когда у тебя перед глазами есть то, в чем тебя обвиняют, и, соответственно, ты можешь как-то опровергать это. А поскольку документов никаких первых экземпляров нет, есть какие-то ксерокопии и письмо от Генпрокуратуры, а Генпрокуратура никакие первые экземпляры документов не дает. А Центральная избирательная комиссия говорит, а у нас нет документов, у нас есть только решение Генерального прокурора. Ну, понятно, что они не могли даже получить эти документы законным путем. Кстати, у нас есть кодекс административного судопроизводства, который говорит, что все доказательства, полученные незаконным путем, не должны судом приниматься во внимание. А несмотря на это, судья по ксерокопиям вдруг принимает решение лишить меня возможности избираться. Ну, это только, на мой взгляд, показывает, что власть сильно испугалась КПРФ, нашей программы, что она боится людей, которые не только на словах, а и на деле могут показать, что можно сделать при социалистическом подходе. Мы же, многие из наших сторонников, да не только, приезжали в САПОС Ленин и видели, как я лично там был, да, детский сад, я все это видел своими глазами, какая зарплата у работников, где живет так называемый, в кавычках, олигарх, и он живет в том же доме, где и все, какие бесплатные кружки, какие бассейны мы построили. И в этой сложной экономической ситуации, она непростая во всем мире, но и особенно в России, можно не говорить о том, что вот светлое будущее, а просто делать это светлое будущее. Просто работать там. Вот если бы программа КПРФ, ну, если мы победим, ведется в действие, вся Россия будет жить как САПОС Ленин, это я вам гарантирую. Это было бы здорово. Ну, это не только здорово, это не то, что мечтает, это наша возможность. Кстати, таких хозяйств, как наши, Венеговский, Мариэл, Сумароков. Мы, кстати, недавно там были, Павел Николаевич, там, с визитом. Вот, в Иркутской области, Богачев в Старополе. Мы можем показать на деле, что это вот, если такие принципы, как у нас применяются, именно социалистические принципы, применить по всей стране, все бы жили точно так. Павел Николаевич, вот власть видит примеры хорошего хозяйствования, да? Видит коллективы, видит заработные платы, видит людей, видит прогресс. Почему же, основной вопрос даже наши подписчики, наши люди задают из ТУВ. Почему начались гонения? Где вы кому дорогу перешли? Может быть, вы начали просто активно избирательную кампанию вести, а Москва или там АП не думала, что вы вот настолько рьяно возьметесь за это. И, насколько мы знаем, вы выразили желание вступить в КПРФ. Да. Вот буквально вот по полочкам, раз, два, три. Вот первое. Мы не можем определить, почему люди, которые принимают решения в стране, так ополчились на нашу программу и конкретно на народные предприятия, не только на меня. Да, вообще в целом. Видите, Звениговский и Иван Ивановича Казанкова на два года условно приговорили к уголовному наказанию только за то, что он проводил мелиорацию полей и строил дорогу для своих односельчан. В Иракутской области хозяйство Сумарокова попало под гонение, и им грозит штраф 43 миллиарда. Это, значит, это фактически банкротство предприятия. Он говорит, мы, совхоз Ленина, тысячи судов, на нас напали рейдеры, и мы ничего не можем сделать в судах Российской Федерации, доказать, что мы, ну, я бы не наносил ущерба совхозу, что совхоз имеет землю законно, а у нас осрестована вся земля, нам не дают проводить акционерные собрания. То есть у нас такое давление беспрецедентное, и только помощь КПРФ и Геннадий Иванович Зуганова лично дает возможность удержаться коллективу на плаву. Потому что нас уже давно бы разорвали и растащили, если бы не помощь КПРФ. Все это говорит об одном. Власть не может сама показать положительных примеров. Но партия власти не может найти то место, где бы они такие же школы построили, такие же больницы, так же счастливо жили дети, так же заботились о пенсионерах. И поэтому, знаете, как плохой школьник. Он не может получить пятерку, тогда он должен испортить тетрадку отличника. Вот такая вредность. И я другим объяснить не могу. Но, понимаете, все равно правда победит. Люди, которые приезжают в наш совхоз, вот вы, например, вы видели, как мы живем. Да, все верно. Вот между ложью, которая льется с экранов телевизоров, и между правдой, которую видят люди своими глазами, вот есть огромная пропасть. Эту пропасть преодолеть невозможно. Но люди рано или поздно узнают правду. Из красной линии, из вашего канала. Да, да, да. Все равно правда пробьется. И если мы победим на этих выборах, то я вам гарантирую, жизнь быстро изменится к лучшему. Потому что вот эта программа, которую мы с вами предложили народу, она, в общем-то, прочувствована. Ну, надо отменить пенсионную реформу. Надо вернуть пенсии и сделать пенсии действительно такими, чтобы можно было на них жить. Это есть в программе. Надо взять и повысить налоги для богатых, а для бедных вообще их отменить. Мы выступаем за прогрессивную систему. Да, и тогда деньги в бюджете появятся. Говорят, что денег нет. Ну, почему? На олигархов, на чиновников деньги есть, а на простых людей, которые уже не могут свести концы, денег нет. Есть деньги, и мы это знаем, где их взять. У кого нужно, ну, кто-то должен поделиться народными богатствами. Поэтому, слушайте, программа наша абсолютно адекватна. И вот это практическое выражение программы, это вот то, как живут в совхозе Ленина, в Звениговском, в Соле-Сибирском, ну, и в других хозяйствах, так называемых, которые Геннадий Ильич называет народными предприятиями. Вот поэтому нас и грызут. Вы и КПРФ решили вступить в партию? Ну, ситуация такая важная. Абсолютно. Знаете, я когда в Центральной избирательной комиссии сидел, и вот это решение принималось, абсолютно незаконное, я почувствовал себя как человек, который сидит в окопах, и надо идти в смертельный бой. И многие, когда в Великой Отечественной войне вот это вот сидели, понимали, что, может быть, скоро придется расстаться с жизнью, что вот сейчас такой час икс наступает, писали заявление в партию. Потому что вот я иду в бой, прошу считать меня коммунистом. Я вот примерно так себя почувствовал. Но я об этом сказал на одном из телеканалов. Да, да. И вы же знаете, что сначала нужно найти людей, которые, а я думаю, что и Геннадий Ильич и многие другие, дадут рекомендацию. Потом побыть кандидатом в партию. И это все будем делать. Но, честно, вот мое идейное состояние, состояние того, что я чувствую, оно абсолютно соотносится с программой партии и с тем, что она делает. Потому что мы боремся за людей. Пойдете до конца? Конечно. С КПРФ? Ну, а куда деваться? Да, победа. Ну, отлично. Если ты начал что-то делать, ты должен это завязать. До конца. Уважаемые друзья, не будем отнимать время у Павла Николаевича. У него сегодня была большая встреча у вас в Абакане. Люди хорошо поприветствовали, столько вопросов. У нас было много встреч. Много встреч даже у вас, да. То есть в республике работают. Павел Николаевич, от лица нас, от туинских коммунистов, мне вот чисто по-человечески, чисто по-мужски, хочу пожать вам руку. Спасибо. Пожелать вам главное здоровья, веры в себя, веры в то, что вы на правильном пути. А мы, в свою очередь, всегда поддержим, всегда будем рядом, товарищеское плечо туинских коммунистов всегда будет рядом. Пару пожеланий, пару слов Павел Николаевич, жителям республики Тыва, с счетом того, что у нас в республике сейчас локдаун, все закрыто и впереди выборы. Ну, хочется пожелать всем, чтобы 19 сентября мы уснули, а 20 проснулись в другой стране. Чтобы власть действительно думала о людях, не о том, как пропиариться или там на центральных каналах рассказать, что все живут хорошо, хотя все идут в магазин и видят, что цены растут, а зарплаты не растут. Хочется пожелать всем, чтобы через выборы, а не через какие-то революции, Россия действительно изменила путь, Геннадий Андреевич говорит, что это левый поворот, и чтобы показало всему миру, что лучшие качественные товары, лучшее мясо, лучшие дети живут именно у нас. Хотелось бы пожелать всем, чтобы настало счастливое будущее. Для этого мы работаем, для этого мы боремся, и для этого мы сделаем все, чтобы наши люди жили лучше, богаче и красивее. Я вас поздравляю с наступлением новой эры. Спасибо вам большое. Уважаемые друзья, Хакасия, Абакан, с вами были сегодня Павел Николаевич Грудинин и Роман Томоев. Не болейте, берегите себя, всех благ. Спасибо.